Рабочую поездку в Валихановский район Акимобласти начал с села Бедаик. Встреча с местными жителями прошла в центре досуга. Здесь дети посещают вокальные и танцевальные кружки. Есть также настольные игры. В этом здании проходят и различные мероприятия для сельчан. Они на встрече с главой региона поднимали проблемы с дорогами. Состояние полотна не выдерживает критики, говорят жители. В этом году на ремонт дорог у Валихановского района из запасного бюджета выделено свыше 2 миллиардов тенге. Большая часть будет направлена в Бедаикский сельский округ. На 35-м километре дороги Ундрас-Марсагул укладывается щебень. Выделили 290 миллионов тенге. В этом году работы будут завершены. На улице внутри села Бедаик выделено 370 миллионов тенге. На улице Кишкиниколя потратят 250 миллионов тенге. В этом году в районе пройдут масштабные работы. Акимобласти поручил общественникам, фермерам и местным властям следить за качеством работ. Пять месяцев лета, можно сказать. Работы должны выполняться своевременно. Деньги выделяются на водоснабжение, дороги, поликлинику и бассейн. Всё нужно делать вовремя. Нужно контролировать работу подрядчиков. После Акимобласти посетил Бедаикскую среднюю школу, где знания получают 120 детей. В 2020 году здесь провели капитальный ремонт. Сейчас общественники просят обшить стены здания, потому что зимой в школе холодно. Эдербик Сапаров отметил, что для решения этого вопроса средства будут выделены. После глава региона проинспектировал ремонт трассы республиканского значения. В этом году стартовал большой трёхгодичный проект – ремонт 31 километра дороги между Кишкиниколем и Талшиком. В настоящее время ведётся снятие растительного условия на обездной дороге и фрезерование асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день мобилизовано 18 из техники и 30 человек персонала. Материал будет 100% казахстанского производства. Здесь недалеко, как вы знаете, есть карьеры в селе Талшах. Расстояние воски небольшое. Рабочую поездку Эдербик Сапаров продолжил в Акжарском районе. Там он встретился с аграрами и поставил перед ними ряд задач. Если в этом году цены на пшеницу невысокие, можно компенсировать за счёт животноводства. Это мясо и молоко. Поэтому необходимо уделять внимание скотоводству. К тому же это создаёт рабочие места. Сельчане, пайщики доверили вам свои земли. Надо создавать условия. Мы постараемся помочь со стороны государства. Встречу с Акимом области ждали и жители села Восход. Они обеспокоены двумя проблемами. Первое. Во время ремонта Дома культуры забыли про актовый зал. Требуется 90 миллионов тенге. Второй вопрос жителей Восхода – дороги. Сельчане ответом остались довольны. Ждут, когда они воплотятся в жизнь. Встретились с Айдарбеком Сейпиловичем. Ответы на поставленные вопросы нас удовлетворили. Ранее он пообещал, что приедет Восход. Сегодня решили проблему Дома культуры и дороги. Большой вклад в развитие Восхода вносят бизнесмены. Два с половиной года назад один из индивидуальных предпринимателей открыл здесь мини-маркет, где есть всё необходимое для дома. В ближайшее время ИП Анеля планируют разместить на прилавках местную молочную продукцию. Этим здесь занимается крестьянское хозяйство Эрсалды. Всего также обеспечено хлебом из пекарни. Местное товарищество Даньяров ежедневно продает около 250 буханок по 100 тенге. Отличный пример. Так должно быть в каждой деревне. В селе должно быть собственное молоко и хлеб. Отличные предприятия и бизнес развивается. В пекарне также продаются баурсаки, самса и пирожные. Их готовит Дарихан Курбанова. Она переехала из Алматинской области по программе переселения из трудоизбыточных регионов. Получила от государства безвозмездный грант 1 миллион 385 тысяч тенге. Закупила оборудование, арендовала уголок пекарни и теперь развивает свой бизнес.